Шесть медалей различного достоинства, в том числе и два золота, привезли тверские спортсмены с юниорского чемпионата Европы. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ прошли с 24 по 27 июня в польском городе Познань. Более 750 спортсменов из 37 стран Старого Света приняли участие в континентальном первенстве. Заезды на канале с громким названием «Мальта» проводились на дистанциях в 200, 500 и 1000 метров. В командном зачете сборная России заняла второе место, завоевав шесть золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. Таким образом наши уступили лишь сверхмощным венграм, в активе которых аж 16 первых мест. При этом русские тренеры сдержанно комментируют такой результат своих подопечных. Достаточно результативно, хорошее выступление. Конечно, можно было ждать и более лучших результатов. К этому свидетельствует недостаток международных стартов, чтобы нарабатывался международный опыт. Хороший вклад в результат национальной команды внесла Тверская область. Наши привезли из Польши шесть наград разного достоинства. Дуэмитро Ротару на каноэ двойке стал чемпионом дважды. Никита Некрасов на двойке взял бронзу. Анастасия Важинская также на двойке каноэ завоевала второе место. И еще два серебра принесла родной стороне Юлия Бабашинская. Причем на своей байдарке она вышла сразу на три дистанции – 200, 500 и 1000 метров. Может, это и не позволило хоть раз взять золото. Ведь у соперников была строгая специализация. Серебро – это показатель того, что все-таки есть над чем работать еще. То есть да, там проиграло немного, но в одиночке на каждой дистанции выступали разные спортсмены. И я считаю, за счет этого у них было преимущество достаточно. То есть, когда спортсмен специализируется только на одной дистанции, он, соответственно, может ее подготовить лучше, нежели остальные. Впереди у Юлии теперь первенство Европы по полумарафону. Соревнования на дистанции в 19 километров пройдут в Москве, а также ряд сборов. В сентябре Тверичанка примет участие в главном юниорском старте года – чемпионате мира. По плану он пройдет в Португалии. Если, конечно, позволить ситуация с ковидом-19. Продолжение следует...